С Новым Годом, товарищи! С удовольствием! Ребята, ну, будут за мной ухаживать или нет? Да? Ну, конечно. Скорее, что ли? Скорее, скорее. Осталось пять минут, что ли? Нет! Я вспоминаю, меня сразу вспомнилось свое детство. Я запирал брата в шифонер и кричал, я так люблю это детство! Кому? Почему? Не знаю, в нужный детство, что хочешь, то и твори. Ребята, за детство! Давайте за детство! Ой, сейчас я вам... Да. Давайте, ребята, быстрее, селедочку. Селедочку, салат, огурцы там. Ну, а это как? Ну, шпрот это. Ну, шпрот, это же святое. Что у нас было в 69-м году, кроме шпрот? Оливье. Оливье было, мы это и накладываем. Потом какие-то конфеты. А осталась привычка, вот, кто и Е9, правда же? А куда денешься? Ну, а куда денешься? Спасибо. Послушайте, а вы... Ну, правда, и другая еда появилась. Ну, да, ну, еще, еще. Давайте, конечно, еще. А правда, что вы в детстве спасали людей из озера? Это да. Я жил на берегу озера. И это у нас было такое рутинное занятие. Спасать детей, людей, мужиков пьяных. И сейчас бы мне дали бы, конечно, медаль за спасение утопающих. Но там это делали все. Кто рядом находился, тот и... А вы поэтому вот лето, про лето у вас и песни, и альбомы, вы его любите из детства, вот это осталось? Вообще, мне кажется, почему-то я вот на каком-то 63-м году так застопорился. Мне кажется, что лето, какое-то было особенное лето, самое длинное лето в жизни в 63-м году. В 63-м году. Наверное, накануне первого класса. Поэтому такое ощущение. Длинный летний день. А вы же инструктор по плаванию были. А откуда вы все знаете? Нет, ну я знаю, я интересуюсь. Но я поклонница, потому что... Я потом, естественно, занимался плаванием. Спасая людей, он и научился плавать. Вообще, из этого поколения многие могли бы начать свою биографию так. В детстве у меня был дворец. Дворец культуры Челябинского трубопрокатного завода. Понятно. А у меня был, да, это у вас. А у меня был дворец Дом культуры Строитель. Точно. И у меня был Дом культуры Строитель. Да, мы с вами... Земляки! Да, связывает, да. Ну, конечно, детство, конечно, счастливо. И я на реке выросла. И я ныряла с лодки. И так много у нас, в общем... Давайте, ребята. Река у нас хорошая была. Припять называлась. Земляки. Лучше Припяти ничего нет. Конечно. За дворец культуры. Извините. Хорошо. За детство. Понеслось. Я потом напишу. После песни. Скажите, пожалуйста, вот только честно, если ответьте. Вы петь начали, потому что хотелось девочкам понравиться или девушкам? В каком возрасте? Скажу вам честно. Ну? Не знаю, как Леня. А я да. А, я знала, я знала. Потому что у меня такой же мальчик. Вот тоже. Не, ну как-то это очень стимулировало. Как-то хотелось. А потом увлекся. И все. Втянулся. Сейчас все равно нравлюсь и нравлюсь. Уже, конечно, не надо уже. А все равно. Ну, вы так понравились без гитары, я вам честно скажу. Как профессионал. Вообще, новогодние песни, они появляются у всех. Я долгое время думал, почему Дизанов много сюжетов, у него и фильмов про Новый год. Да потому что это квинтэссенция жизни. Как-то все оживляется, все происходит. И у нас тоже есть несколько песен. Так. Крепитесь, люди, скоро лето. А, я знаю. Да, давайте. И как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо большое. Спойте, пожалуйста. Хорошо. Спасибо.